15-летний Вадим Тавапов болен детским церебральным параличом. Диагноз ДЦП у мальчика с рождения. Он долгое время не мог ни говорить, ни ходить, но мама два года назад поставила его на ноги. И вдруг удар. Подхваченный вирус с температурой подкосили подростка. Вадим слёг. Недавно перенёс операцию на тазобедренном суставе. Врачи говорят, чтобы начать ходить, нужна хорошая реабилитация. В Челябинске там вот именно как раз реабилитационный центр для детей с ДЦП, ставить детей ДЦПшников на ноги. И очень хорошая реабилитация после операции на тазобедренный сустав. Нам 160 тысяч, минимум надо 160 тысяч на реабилитацию в этом центре. Мальчику надо помочь. Решили жители села Янопаева, предложив не просто приносить деньги в семью Таваповых, а проводить уличные концерты. Такая форма общения ещё больше сблизит людей. Вот так озорно всех янопаевцев приглашают на уличный концерт. То есть каждый месяц жители той или иной улицы, а всего их Янопаева восемь, устраивают представление в сельском клубе за символическую плату. А люди, оказывается, хотят этого. Они на такие платные большие концерты артисты приезжают, не приходят. А вот сюда зал полон. Человек всегда, он, когда в коллективе, когда единстве, тогда человек себя чувствует более так развитым, более сработным. В январе была жеребьёвка. В феврале провели концерт жители улицы Советской. В марте пришла очередь жителей улицы Механизаторов. Кто-то выбрал индивидуальные выступления. У этих женщин коллективные. Они объединились шестью домами и целый месяц вечерами шили костюмы и репетировали две песни в доме бабушки Марьям. Марьям Апа предложила своему коллективу пойти дальше, сопровождать на концерте песню угощением. Так, к своему выступлению, эти женщины испекли национальные блюда – шанги, оладьи, чак-чак. Все вкусности они планируют раздать зрителям в зале. Тут я на Паево очень хорошие люди, очень вежливые. У меня вот соседи все прекрасные, молодцы у меня. Каждый день ходили на репетицию, а соседи нас все поддержали. Пока соседи готовятся к концерту, у Вадима Тавапова задача – перевернуться со спины на живот. Его любимая сказка «Цветик-семицветик». Иногда он представляет себя мальчиком Витей, который благодаря волшебному лепестку бросил костыли и побежал. Мама Роза говорит, надо верить и в чудо, и в людей. Это мы не единичный случай с больным ребенком. У нас также собирали года два-три назад на лечение девочки, онкобольной девочки в Москву. У нее был рак. И вот тоже собрали ей, тоже помогли, наше село население помогло. Они тоже съездили в Москву. Сейчас девочка, вот сегодня увидите на концерте, она уже даже выступает. Первоклассница Карина Нурыева репетирует номер, а ведь даже не представляла, что выйдет на сцену. Карине было чуть больше года, когда у нее обнаружили опухоль. Сначала девочка прошла 9 курсов химиотерапии в Перми. Затем курс лучевой терапии в Москве. Болезнь отступила. Потребовалась длительная реабилитация. Каждый месяц нужно было ездить в столицу. Когда деньги закончились, на очередную поездку средствами помогли односельчане. С Казани артисты приезжали, выступали на площади Сабантуи и вот в вход, ну вот поставили ящичек и как, кто сколько может. Карина безумно любит жизнь, потому что, как никто другой, знает, какая она хрупкая. Очень любит животных. У Карины уже есть кот Пушок, рыбки и хомячок Кузя. Когда вырастет, пойдет учиться на ветеринара. А часть средств от зарплаты всегда будет отдавать больным детям. Метеорит. Янапаево в школу строили и нашли метеорит. Директор сельского музея Раис Хузин живет на улице Советской, которая первой давала концерт. Сегодня он пойдет в клуб как зритель. Говорит, селу Янапаево 450 лет. Здесь всего 700 жителей. Но традиция взаимопомощи живет столетиями. И это все отражено в летописях и фотографиях. Испокон веков это люди помогали друг другу. Тогда у людей финансов не было. Дом построили все вместе, всем силам. Карин всегда восхождает объединение людей. Объединяться надо, помочь людям всем. Независимо от того, какой он религии находится, какой национальности находится. На концерт янапаевцы собираются поздно. К восьми часам вечера, когда управятся с хозяйством. Накануне перед концертом работницы клуба напечатали на обычной бумаге для принтера билеты, каждый по 50 рублей. Односельчане занимают лучшие места заранее. Многие идут большими семьями, не жалея денег. Я работаю продавцом. Зарплата не очень хорошая, но пожертвовать 50 рублей нам не жалко. Улица механизаторов самая длинная в Янапаево – 3,5 километра. Здесь 60 домов и в каждом таланты, потому концерт и растянулся на 3,5 часа. Несколько номеров на этом концерте подготовил и глава поселения – Рациль Башаров. Он тоже живет на улице механизаторов. Рациль Габдулович в 2005 году сам оказался в сложной ситуации. На страшном пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» обгорела его дочь. Люди тогда тоже всем селом собирали ему от чистого сердца материальную помощь. Жители Молодежной улицы – Заречной, Школьной, Иренской, Партизанской и Новой, чьи концерты еще только в апреле и мае, уже репетируют номера, чтобы у них тоже был полный аншлаг. Кстати, в январе выручка от первого концерта составила 3,5 тысячи рублей. В феврале – 5 тысяч, в марте уже – 11 тысяч рублей. Здравствуйте! Добрый день, Роза! У нас закончился очередной концерт. Мы тебе принесли, сколько заработали, хотя бы тебе на дорожку для лечения сына. Чтобы сын твой ходил на своих ножках, тебя бы на руках носил. Спасибо большое вам! Люди говорят, такие уличные концерты только сближают население. Все искренне верят, что Вадим Тавапов выздоровеет и, может быть, однажды сам примет участие в таком же уличном концерте. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.